По мнению участников дискуссии, чтобы предоставить жителям моногородов доступ к полному комплексу качественных медуслуг, в первую очередь необходимы поправки в законодательство. Некогда лучшие учреждения здравоохранения сейчас в дискриминационном состоянии. Большинство из них в предбанкротном состоянии. Нужно системное решение. Такие города и заводы выполняют важную функцию. Это наши передовые предприятия, которые должны осуществлять технический прорыв в атомной отрасли. Сейчас создана рабочая группа. Туда войдут депутаты, уполномоченные лица от субъектов, федеральные органы исполнительной власти. Вместе мы найдем решение и вернем доброе имя здравоохранению в таких городах. До 2024 года на улучшение качества здравоохранения в Димитровграде необходимо более миллиарда рублей из федерального бюджета. Это деньги на ремонт и закупку оборудования для трех детских поликлиник. Около 300 миллионов на борьбу с онкологическими заболеваниями. Также требуется решить вопрос с нехваткой узких специалистов, а это более 500 врачей и 270 медсестер. 340 миллионов рублей необходимо на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уже в самое ближайшее время мы откроем один из крупнейших в России федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии, в котором будут работать не менее полутора тысяч специалистов высочайшей квалификации. Открытие центра даст очевидный мультипликативный эффект дальнейшему развитию Димитровграда, прежде всего развитию социальной инфраструктуры. Но, к сожалению, сохраняется немодернизированная социальная структура, особенно в сфере здравоохранения. А это непосредственным образом сказывается на социальном самочувствии димитровградцев. По информации регионального Минздрава, в Димитровграде планируется реализовать шесть проектов в рамках нацпроекта здравоохранения. По каждому уже просчитаны региональные целевые показатели. В случае принятия положительного решения относительно включения города-атомщиков в нацпроект, будет рассмотрен и вопрос о финансировании мероприятий. Продолжение следует...